Научиться танцевать – дело тонкое и начинать нужно с малого. Придя в хореографическую школу, юные танцоры учатся держать осанку, вырабатывать легкую походку, изучать фуэте и батманы. И однажды, полюбив ту самую танцевальную атмосферу, покинуть танцевальный зал будет уже невозможно. Сегодня в хореографической школе имени Погодина одним из самых сложных направлений – это балет, занимается порядка 20 девочек. Наша съемочная группа посетила танцевальный урок и была в восторге. Тоненькие, как струна, и воздушные девочки старательно тянут ножки и делают батманы и плие. На уроке идеальная тишина. Юные балерины стараются изо всех сил, а ведь им всего по 10-11 лет. Наверное, самое сложное направление в хореографии, потому что труд адский, боль, мозоли. У нас девочки не все выдержали, которых мы отобрали. Вот остались, наверное, самые сильные, самые крепенькие. То, что и фигурочка нужна, и растяжка, и выворотность, и хорошая стопа. Сначала проходит разминочка, конечно же, мы разминаем тело, ножки, выворотность, растяжка, гибкость, а потом уже становимся на пальцы. Сначала экзерстив возле станочка, а потом на серединочке, потом вращение. Занятие балетом. В первую очередь дают, конечно же, красивую осанку. Ребенок управляет своим телом. Ручки и ножки становятся изящными, легкими, свободными. Когда детки приходят в танец, вообще в 3-4 годика, для них это в первую очередь что-то такое неземное, волшебное. Они только начинают это все познавать. Но с каждым годом это все становится тяжелее и тяжелее. И чтобы продолжить этот путь, уже дети идут в хореографическую школу и в училище. И здесь уже начинается проверка на прочность, потому что, как я говорила, что это очень тяжело морально. Начинаются какие-то и проблемы со здоровьем. И здесь уже твое, в первую очередь, конечно же, желание. Если человек хочет, он будет стараться развиваться. И даже если у него нет каких-то данных, это все саморазвитие. Это многотонный, многотонный и многолетний труд. Балет – танец, который способен вызвать бурю эмоций, переживаний и оставить невероятное пространство для раздумий. С помощью языка тела под музыкальное сопровождение танцоры балета рассказывают зрителю свою историю. Иногда радостную, иногда драматическую. Сегодня юные балерины стремятся стать профессионалами. Много трудятся, несмотря на боль и усталость. Валерия Лосева с детства хотела стать балериной. А сегодня девочка сидит на шпагате с красивой стопой. И нет, это нелегко, как можно подумать. За этим стоит множество тренировок. В детстве я смотрела мультик, там была изящная балерина. И я пришла, когда я пришла на хореографию, я стремилась к тому, чтобы меня выбрали. Это довольно тяжелый вид танца, потому что, когда ты одеваешь, например, первый раз пуанты, то у тебя там болят пальцы. Когда тяжело было, я не хотела бросить балет, потому что я терпела и стремилась к лучшему. В будущем я хочу связать свою жизнь с балетом. С детства мечтала стать на пуанты, заниматься классическими народными танцами, занимаясь 4 года. Очень сложно следить за ногами, за руками, потому что нужно как бы все было вместе, изящно, плавно. В будущем я хочу связать свою жизнь с балетом. Воспитанники хореографической школы имени Погодина не раз доказывали, что лучшие в своем деле. Ведь они многократно становились призерами конкурсов областного, республиканского и международного уровня. Выпускники и сегодня продолжают прославлять свою хореографическую школу. Но никто даже не задумывался, что за всеми этими красочными выступлениями и победами всегда стояла и будет стоять долгая усердная работа. Для многих нас танец стал этой профессией, потому что после окончания школы мы не только продолжили танцевать в стенах хореографической школы, но и работали и работаем в заслуженном любительском коллективе Республики Беларусь, ансамбле народного танца «Радость». В первую очередь это не только вложен физический труд, но это еще и вложен моральный труд. Этими многочасовыми репетициями воспитывается твой стержень. Да, тяжело порой, хочется, наверное, иногда были мысли и уйти, но когда ты выходишь на сцену, ты начинаешь жить. Ты видишь эти эмоции людей, эти аплодисменты, и ты понимаешь, что вот эти две минуты ты вот правда кайфуешь на сцене. В подготовке самое сложное, ну, наверное, изначально поставить танец, развести его на людей, чтобы все запомнили свои места, чтобы на следующий репетиции они его не забыли. И, ну, наверное, это самое сложное. Школа дала, ну, наверное, все. Все, что сейчас имеем, это безумно ценное качество, когда ты умеешь танцевать, ты умеешь себя преподнести, потому что сцена для нас это как способ самовыражения. Мы выходим, и мы живем сценой. Мы, в принципе, без нее не существуем. И она дала, она убрала эту боязнь сцены. Когда выходишь, и ты уверен в себе, ничего не боишься, знаешь, что будешь делать и какие будут действия правильными, а что лучше не делать. Как взаимодействовать с людьми, ну, все в этом духе. Впереди юных балерин бесспорно ждет сцена овации признания публики и коллег. Но в жизни ничего не бывает просто так. А потому только усилия и любовь к тому, что ты делаешь и что ты любишь, помогут добиться успеха.